Так, хорошо. Можно сделать это Bluetooth, что ли? Так, я не знаю, как это подключить. Хорошо. Значит, мы вчера обсуждали комбинационную новую, но если бы все компьютеры достроились только на комбинационной логике, то все, что они могли бы делать, это показывать помощь в делании математических таблиц. Много-много лет назад, в моем детстве по принципиатисам, где стояли таблицы синусов, косинусов. Комбинационная логика всегда фиксирована на определенные аргументы просто через несколько секунд выдает результат. То есть, что у нас, собственно, происходит? Если мы возьмем комбинационную новую, которую мы делали вчера, то есть вывод ее всегда зависит только от входа. То есть, вы ставите определенное значение на входе через некоторое время мы получили значение на выходе, что это комбинационная клава, и с помощью ее мы можем делать логические функции, а также функции юридические, либо сумма. Теперь, важная вот вещь в френдвере в том, что в френдвере почему они не происходят одновременно. То есть френдвере всегда с поддержкой между изменением одного сигнала и другого сигнала. То есть, у нас происходит переключение транзистора, это требует время, у каждого провод вместе с сопротивлением и емкость, поэтому после перехода из сигнала он принимает определенное время. Важная концепция это прооперейшн и прооперейшн делик. Значит, так, сейчас, я забыл, как это будет по-русски. Это типа задержка... В общем, после, когда у нас, например, мы решили, что вот в ВАЕ выход, он зависит от типа до А, то у нас, вот после того, как изменився вот провод А, то некоторое время после этого на ВАЕ все еще старое значение. Через несколько пикосекунд старое значение уже не становится старым, однако появляется всякий мусор. То есть там от того, что оно все начинает меняться, еще оно не стабилизировалось. И вот после некоторого периода, так сказать, шума и вообще значения, которое и не 0, и не 1. Но вообще, согласно тем, кто не знает, что у цифрового сигнала, у него есть определенная рамка напряжения, то есть 0 вольт, есть там 3,3 вольт, или же в современных микросхемах 0,7 вольт. То есть раньше шума начинали с 5 вольт, даже выше. Но в общем имеется вот некая область, которая четко единица, и некая область, которая четко и ноль. И между ними находится так называемая сформлетная область, которая сигнал не ноль, не один. И перед тем, как использовать, он должен устаканиться и до ноль. То есть вот в некоторое время после этого сигнала, когда меняется выход из клепанационной логики, то через некоторое время начинает настраивать период неопределенности, а в конце концов это значение устаканивается и есть период. Вот это вот время, то есть у нас имеется CT, это по-английски загрязнение, а пропаганационные делы это распространение. А да, русский это задержка распространения и задержка еще чего-то. в свое время, в свое время, я говорил и так, как в переводе учебника, и вот этого самого Харис и Хариса. Там есть неправильно русский термин, я вам потом скажу. Вот. Теперь, на самом деле, я могу даже сейчас сказать. Есть учебник Харис и Харис, есть и мы возьмем букс… Ну ладно, я вам это потом скажу. Вот. И в общем… Вот. А теперь встает следующий интересный вопрос. Что… Значит, как мы можем сделать наше вычисление… Как мы можем сделать наше вычисление… В принципе, если мы написали генную формулу, то эта задержка может продолжаться неопределенной времени. То есть можно выписать формулу, которая будет вычисляться и наносекунды, и убивка секунды, и тысячелетия. Вот. Чтобы вам знать, когда получить это правильно, вводится специальный тактовый сигнал, то бишь плохо. Вот. И после чего мы даем эту формулу и с помощью инструмента, который называется static dynamic analysis, это же статический анализ данных. Мы вычисляем время, которое заведомо превышает время вычисления этой формулы. После чего мы впускаем тактовый сигнал с периодом, который заведомо больше, чем время этого вычисления. И вот это есть та самая тактовая частота процессора, который вы будете в магазине в частности. Я сейчас перерыву. Я буду после перерыва. По-моему, она даже у меня есть в пакете. Если нет, я ее туда помещу. То есть мы можем делать так, что мы можем выпускать новое значение на одном позитивном фонде клонка и мы можем считывать на следующем. Так же существует методология, когда мы вместо фронтуру используем после значения. мы можем, например, всегда считаем, что у нас всего проект просто один, но проблема в том, что мы в таком случае сигналы в два раза больше, чем нужно делать с считыванием по фронтам. Вот теперь, значит, что такое вообще тактовый сигнал? То есть тактовый сигнал – это сигнал, который из-за таких вот, значит, образовательных водорос с помощью кварцевого кристалла, то есть осциллятора. Ну, вообще с генераторами киплоков, связанными целью и компаниями, есть люди, которые всю жизнь получают зарплату за то, что нитируются более точные и оптимизированные группы. Ну, и так же есть тактовые сигналы с помощью разных устройств, например, VLL, DLL, их можно превращать в другие, там, сликать по фазе, не тактовую часть структу. Вот теперь также разный сигнал, то есть разные наклоны перехода. В общем, с наклонками связано целое отдельное окно, но неважно, что для архива дизайнера просто достаточно знать, что есть те, кто любил, то мне достаточно создать временные содержки, связанные с этим коком. есть, например, компания, которая вместо этого кристора сцелятора старая использовалась в нем, в общем, не важно, это специально. Вот. Теперь, тактовые сигналы используются вместе со специальными устройствами, которые называются D-Tigger. D-Tigger. Вот. То есть D-Tigger, обычно во всех учебниках электроники начинают D-Tigger вводить, так сказать, сложным путем. Вначале вводят D-Tigger, потом вводят D-Tigger, D-Tigger, D-Tigger и так далее. Вот. И это, в принципе, принято в всей учебной литературе, но, в принципе, всю эту кухню можно полностью пропустить. Вот. В той причине, что вообще в реальной жизни, в реальной жизни, мы с этими всеми D-Tigger никогда не сталкиваемся. То есть мы сталкиваемся очень редко с D-Tigger, с D-Tigger, с D-Tigger, с D-Tigger, с D-Tigger, с D-Tigger. С D-Tigger, с D-Tigger, сталкиваются только во время чубы, а потом через 10 веков. Когда они начинают, ну, они смогут, так называемый, gated flock, а также вылазить L-Tigger, который не вредит только вот пособо в этой. Значит, все и все. Ну и все достаточно, знаете, что такое D-Tigger. В самом простейшем виде есть три сигнала, один сигнал называется блок, другой сигнал называется кин, третий сигнал называется кью, его функция, значит, описывается, что когда блок имеется складиатом в единицу, в этот момент кин пишется в его внутрь, а его внутренность подключена к ее руки, то есть грубо говоря, он делает запись, он делает запись, раз, второе. Это звучит просто, но с этим люди сидят. Я для этого сделаю, на самом деле, видео. Пошел, пошел, пошел. По уровню это называется дзващелка, и она, то есть 90% элементов постарения в схемах, типа как на нашем чипе, это дзващелка, с вариацией, то есть есть вариация с сбросом, когда в любой момент у него будет сброшенный, вот. По фронту по изменению получается. Есть даже вариация enable. Получается не по фронту, а по изменению. По фронту. Уровень D запоминается по фронту. Уровень D запоминается по фронту. Значит, мы, вот на выходе Q у нас всегда один, если в предыдущем такте, на позитив фронт лоб, то есть он помнит, что было, он помнит целый этап, вот момент с 4. Он является самым простейшим элементом памяти, одним битом, который помнит, что произошло в один этап. Из него строятся все сложные структуры там. очереди в айфо, разные таблицы. Вот все это строится либо из дебюгера, либо из эстетических памяти. Но мы, вот. Но из эстетических памяти чисто из цели экономии. Значит, теперь я вам покажу. Я вам это покажу вот два раза. Значит, первое число, как описываем этот артист. То есть, вот это роль, в котором один кто-то мог найти. И есть наш алкоголь. Такие. Ну, тут речь, это писали в 20-м веке. Сейчас, сейчас, в системе, в кушеткончик. Вот логика, это означает просто тип, который можно исправить. Вот пишется, что always, всегда, когда происходит positive age block, то в ней есть тип лишний декрет. Вот из такой схемы синтез констерирует дебюгер. Потом, против наших примеров, мы используем более гламотную нотацию область подчеркивания FF. Эта область подчеркивания FF говорит синтезу, чтобы проверить, что вот то, что у нас здесь находится внутри, это вот точно flip-flop. То есть, дебюгер, а не все как новое. Так мы, вот. Потом, если у нас имеется осихронный сброс, то здесь можем поставить область от косач-флока и косач-лист. Вот самый простейший случай – это вот эта область от косач-флока. Вот этот асаймон, не блокирующий FF, оно отличается от блокирующих FF. Это тоже классический важный вопрос на интервью, чем отличается от блокирующих FF. и мы сейчас рассмотрим. Но пока вы просто видите, что таким образом мы делаем D-триггер. Вот теперь, вот, вариация D-триггера – это, что мы можем в него внести сигнал сброс. Вот, то есть, здесь всегда сброс с негативным фронтом. То есть, мы сбросиваем его в ноль, когда у нас вот reset, значит, равен нулю. И что это значит, что вот где-то в процессе дуги такта мы можем использовать сигнал сброс, чтобы его сбросить ноль. Но вот этот вот негатив фронт, его используют в старой учебной литературе, по причинам, связанным с сигналом, ну, reset, который входит в эту схему снаружи. Но реально сейчас во всех вот промышленных, в таких вот дизайнах, вот, basic'ах, все-таки reset используют по положительному фронту. Чаще, то, что с сигналом reset без вот этого негатива. Но это все дюансы, которые сейчас нам не важны. Значит… Да, и это тоже вопрос во время интервью, в чем плюсы и минус синхронного и асинхронного reset, действительно связан с целью. Ну, то, если писали несколько дешевых группов вместе, то они вместе образуют структуру, которая называется «регист». Это не просто откуда-то свое слово «вещь». «Регионная фиолетия» означает просто то, что можно присвоить в фиоломые сблоки. То есть это некий такой, значит, артефакт, оставшийся с 50-х годов, что если вы хотите присвоить, у меня у нас блоков, то есть переводчик, который значит почти то же, что и речь. Потом, да, еще мы ввели ноги эти блоки, потому что пара нефетисонарх, то есть можно сказать, что у нас шпина этого равна 8, то есть теперь писать, что у нас это регистр с битами от венцинсидента, то есть если это 8, то есть будет от синий кулю, то есть это у нас биты 7, 6, 5, 4, 1, 2, 1, они все вместе образуют регистр, и вот это способ хранения некоторой информации, то есть эта информация может быть с созданием конечного автомата, то, что сейчас выставили машину, и где вообще хранятся регистры, которые программированы. Спасибо. То есть это как-то параметры. То есть это как-то параметры. Это просто как раз константы, это просто не константы, а тэш и параметры. То есть это просто параметрызация, а тэш и тэш и тэш и тэш и тэш и тэш и тэш. То есть когда мы здесь сочетаем ноль, то этот ноль хранится на выходе аж до следующего этапа. И то он здесь считывает один, он хранится где аж целый этап. И мы его как-то считываем, и оно как-то хранится. Вот теперь, если мы поставим два регистра друг с другом, и у них будет, значит, общий угол, тогда у нас второй регистра еще на один. То есть первое мы здесь считаем ноль, но пока у нас на выходе шум, только вот потом у нас вот через так на выходе шум, то все сдвинут. Но вот в сравнении с предыдущим, то с предыдущим мы исчезаем и храним целый этап, а здесь мы сдвигаем еще на этап. Скажите, в момент переключения на выходе трикера, там же получается, что секретарь какой-то одновременно? Сейчас, 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 это вот интересный вопрос, мы сейчас, значит, обсудим. Вот, то есть мы можете тут сравнить, что если у нас один датикер, то мы храним вот этот весь такт, чтобы рассчитывать, если два, то мы подаем через такт. То есть это сдвигание, ну так. Так, теперь, сейчас, одну секунду. Да, на этот вопрос я отвечу через несколько слов. Теперь, давайте построим счетчик. Чтобы построить счетчик, нам нужно скомбинировать комбинационную, комбинационную логику для прибавления единицы с этим с этим с этим. Все пишут, что тут вот аккаунт, то есть аккаунт, вначале действительно убитное число ноль. Вот, то есть это при сбросе, а другое остальное мнение, что аккаунт присвоит аккаунт. Сейчас вы увидите, что с ним происходит. Я сделаю такие слайды. Что, вот, это, вообще, все. У нас есть два битера, двухбитное число. Здесь сумма так, что в начале у нас есть борься, здесь такой ценой. Теперь, как мы у нас путешествуем сюда, пока у нас находится сумма, как находится X, то есть не определенное значение. На выходе сумма тоже находится X. Вот, но пока, пока у нас здесь стоит ноль, и этот X сюда не заходит. Теперь, теперь у нас этот ноль проходит сюда, складывается с единицей, и у нас появляется один. То есть это то, что произошло в течение такт. Но у нас пока что еще эта единица в д-триггер не входит. И вот, наконец, приближается фронт тактового сигнала. То есть пока один еще не вошел, он приближается, хлоп, у нас происходит фронт. В этот момент единица входит во внутрь. И после чего эта единица выходит наружу. И теперь у нас, вот в этот момент, значит, так как у нас из выхода еще не пришло к сумматору, то есть у нас на выходе находится единица, после чего эта единица приходит в сумматор, складывается, и на следующем фронте у нас эта двойка вписывается назад. вписывается в д-триггер. Потом у нас она выходит наружу, и у нас снова проходит. И вот так вот вы видите, как собственно работают счетчики. Посмотрите на это внимательно. И когда вы имеете эту концепцию, вы сможете строить схему любой сложности. Поскольку из комбинационной схемы единица пикера, видите, двух элементов выводятся все другие классы дизайна. Что такое означает потеря информации? У нас же город 1.0.1.1 и ничего. Посмотрите, что так приходит, и у нас почему-то на входе есть. Это просто, чтобы мы принимали новые применения, а мы идем сюда, я не считаю. Материя X, X, X здесь означает, что некоторое время возникает неопределенно. Сейчас я посмотрю, если у меня этот слайд. В общем, я это все чувствую. У меня, кстати, не этот слайд. Но у нас, значит, имеется... У нас имеется... У нас до этого фронта имеется определенный setup time, имеется определенный hold time, и имеется еще clock to cue в комбинационных делах. То есть между вот этим вот, между clock и выходом существует тот самая задержка в распространении, как и в комбинационном сигнале. То есть в некоторое время после фронта там находится шум, потом оно стабилизируется. То есть через некоторое время там есть, значит, старое значение, а потом шум, потом стабилизируется, и потом там находится стабильное значение. Вот, то есть здесь этот текст показывает еще... То есть у нас тут много разных, много разных, значит, перефонционных... Самый плюс к ним – это точность, значит, и или нет. И пока сигнал проходит через них, то на внутренних частях вот этого суммата там находится непределенное значение. То есть там они меняются. Там обновленные. Там обновленные переходы с 5-10. Юра, где вот там 0.1.2, где нужно быть 0.1.2.3? А я просто не дошел до слайда 3. А в этой самой анимации? Так, это нет. Это тот же самый слайд. Так, хорошо. Так, сейчас. То есть тут тебе важно представить. Так, теперь сейчас я покажу то же самое на микросхемах малой степени интеграции, и мы пойдем обедать. У меня для этого есть видео. Я вам хотел это показать вживую, но у меня есть для этого видео. Сейчас, секунду. Там имеется динамическая дисциплина. Так. Можно слог как-то есть. Я вам сейчас... Я вам сейчас... Вот это я сделал видео с микросхемами малой степени интеграции. То есть я здесь... Вот в этом микросхеме СИМО-4012 находятся два... Вот это здесь находится кнопочка, которая... ЭТНД. То есть это зеленая лампочка ЭТНД. Желтая лампочка ЭТНД. Желтая лампочка ЭТНД. Здесь у нас находится красная и синяя лампочка. То есть тут находится генератор тактовой частицы. То есть это вся технология 68-го года. То есть это микросхема 555 генератора тактового сигнала. Она, значит, делает 1, 0, 1, 0. Здесь мы кнопочкой нажимаем на D. А здесь мы видим, что происходит на Q. И вот посмотрите внимательно, как оно работает. Ну тут интересно то, что если вы на D нажмете несколько раз и отпустите вне фронта, то оно зафиксировано на микросхеме. Зафиксируется только по фронту. И это от того, что во всем этом в комбинационном облаке, когда происходит осчастливание, значение D может меняться. В том числе, что здесь стаканиваются всякие значения. То есть происходит гличинг. Сейчас мы посмотрим. Теперь, грустненько. Вот сделаем пример для детского логиняка, который поменялся на карте. Вот у нас сигнал, блок, актовый сигнал. Вот от него идёт молот. Это генератор актовой частоты. Потом, значит, живот подходит вверх, здесь вверх. Вместо 1, 0, 1, 0. Теперь, вот. Вот. Вход к этой генераторе. Вот. 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 Написывается в один перебарке, только, когда, по-до свидания, а со столярами не будет. Вот. 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 Я сейчас нажимаю, оно под arenother flavor Elisa. Видите, что желтая лапочка тоже загорела. Но она не сразу, только когда прошёл положительный фронт какаш scheduler. Но отпускаем она лучше всё. Но если мы нажмем очень быстро в мертвоправка… Видим, что желтой лапочки ничего не произошло. grid. Когда происходят такие груду, вычислений между двумя программами выражительного сигнала, тогда, собственно, выход не меняется. Именно это свойство делает самую элементарную ячейку памяти. Именно чему компьютер помнит о том, что вы в будущем цифре частины. Так вот и не помнит. То есть, по сути, представим себе, что вот здесь город, идём, значит, в улице и полиция, и вот если кто-то там грабит дом, если он это сделает между двумя прессами и полициями, то его не стоит. А вот если он будет грабить достаточно долго, чтобы прошёл тот фактор сигнала, и вот поехала мимо полиция, который был фактор, сигнал, фактор вычислитель, то его словом, и посадят в пыльму, вот эту самую ячейку, второй самую элементарную ячейку памяти. Кубы из окошка глядывайте. Говорите, я здесь. Замечательно. То есть, в шверх понять. Здравствуйте. В этом блоке мы попытаемся... Короче, есть про это много, значит, материалов. Вот так. Теперь сейчас мы пойдём на обед. Перед ним я вам сейчас покажу, некую вещь входит ли она в домашнее задание. Так, одну секунду. Так, сейчас файл мой тест. Так, сейчас вам секунду, сейчас я найду вам. Так, у меня есть курс, который я сделал в своё время для Роснано, для профориентации старших школьников и студентов. И в этом пульсе у меня есть про D-триггер. Я вам сейчас просто покажу задание оттуда, и вы можете в качестве упражнения просто сделать это, чтобы проверить своё понимание. что вот у нас есть три схемы. Сейчас я попробую сделать покупнее. Вот у нас есть три схемы, которые начинаются и кончаются на D-триггере. То есть на рисунке изображены три схемы. которые получают данный ряд из D-триггер. Вот здесь у нас в конце концов приходит D-триггер. И у нас, значит, допустим, что у нас элемент D, он даёт устоящее результат через 200 пикосекунд. Теперь можно найти частоту тактового сигнала, который нужен для надёжной работы этой схемы. То есть что такое тактовая частота? Вот когда вы вообще гуглите в интернете что такое тактовая частота, то вот первые две страницы Google – это, значит, информация типа вот маркетинформация по компьютеру, что это там количество операций в секунду. Но это на самом деле не так. Потому что одну и ту же инструкцию можно либо растянуть на несколько такт, то есть, например, сложению процесса, либо сделать несколько операций в течение одного такта. Вот на самом деле тактовая частота для процесса – это просто частота, на которой все комбинационные опыты, вот они подписываются в био-тактовые сигналы. Возьмите себя, спасибо. Я бы проектировал себя. Он живёт тоже в Калифорнии, он отработал в Статфорде, можете с ним потом поговорить на эту тему. Я занимаюсь летающими нашими ошибками. Немножко не по этой теме, но вам нужно показать, как это всё происходит в нашей истории, показать Калифорнию в 5 минут, когда будет время. Значит, почему-то у нас имеется первая схема, в которой или и нефть подключили. Вот у нас имеется третья схема, в которой, в которой, значит, вот или находится между одним элементом датыггером, а один находится между другими элементами датыггером. И вопрос – это, и вопрос – это, что какая схема будет надёжно работать с такой тактовой численностью? У меня такой вопрос в этом профориентационном курсе. Если вы тут правильно ответите, то вы правильно понимаете, что такое тактовая численность. Вы можете посмотреть на эту вещь в перерыве, и мне потом сказать правильный ответ. Это, видимо, нужно в распечатанном виде сделать. А вам скажем просто сейчас, что если у нас и результат через 200 пикосекунд, то любой тактовая численность может приводить в эту схему максимально. А на третье время задержки 700 пикосекунд? А? 700 пикосекунд. А? 700 пикосекунд. А вот так структурно. А почему решили, что это с 500 пикосекунд? 200 пикосекунд. А? Да. Но мы же в первую запись не будем учитывать. Это примерно в предыдущем нации. То есть мы учитываем только эту пикосекунд, потому что запись с фэнтингера в один, происходит в новый метр. Да. Хорошо. 500. Теперь. То есть у нас запись во всех этих пикосекунд происходит параллельно, и комбинационное облако должно вписаться с записью в один период тактового сигнала. Так. Теперь следующее. Значит, в этой схеме сколько? 700. Так. Правильно. То есть в этой схеме у нас будет критический путь. То есть критика у вас. Потом идет А, И. Идет вначале через И. Это И. Это 300. Потом идет через И. Это 200. А потом еще 200 для записи. То есть это будет до 700. Хорошо. Да. Ну и вы делите. 1 на это 700. И получается тактовую частоту. Так. Там эта схема. Тоже 500. Еще раз. И. 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 То есть 300 можно. И. То есть это Netz. То есть у нас в период тактового сигнала должен вписываться N и R. Вот отдельно, поэтому у нас максимум вот этой части и этой части. То есть здесь ответ 500. Какой основе задачи сейчас? Значит так, установилась задача еще раз, что при какой максимальной тактовой частоте эта схема будет работать надежно, то есть будет переключиться, то есть в нее не будет происходить запись данных после деталка. Нет, у нас есть скорость переключения. Какой аналогичный. Да, то есть у нас будет 300 плюс 200, это будет 500. А здесь у нас будет 200 плюс 200 плюс 400. Вот так мы делаем максимум во всех комбинациях комбинационного облака и длигера, мы делаем максимум из 500 до 400, это максимум 1 500. Получается, если какой-то гейт будет очень медленным, то все остальные гейты будут работать именно на его скорости? Да. Вот именно вот это сейчас сказали в очень важный момент. Да, у нас на данной схеме операция проходит два тактика, причем данная схема комбинация. Например, мы отпускаем транзакцию, после чего в следующем такте у нас обратили, мы можем следить за результатами, но пока мы обрабатываем второй этап первые транзакции, мы обрабатываем первый этап в следующем транзакции. С этого есть тот самый конвейер, о котором я говорю, в который мы не будем углубляться. Но этот конвейер — это одна из причин, почему FPGA может быть использован эффективнее, чем микроконтроль. Потому что в FPGA вы можете взять вычисление, которое состоит из ясных, значит, из ясных танков, разложить его в другой конвейер, и вместо того, чтобы вычислять одну формулу, потом вычислять другую, у вас вся формула дробится на куски, и потом отпускаете данные, и пока вы вычисляете часть одной формулы, вы еще не дожидаясь окончания всех вычисленений, С этого очень важное решение, это у нас три случая, которые мы будем учитывать, то есть первые случаи это когда у нас перед двумя следами, то есть критический путь у нас идёт через этот, то есть 300 плюс 200, а второй случай, когда они подключены последовательно, и у нас идёт 300, 200, 200, то есть мы вставляем регистры. Теперь, если у нас оказывается, что наш дизайн не вписывается в тактовую частоту, а это у нас вот одна из самых тяжёлых проблем, которые приходится решать в проектировщих, что у нас вот на меня, это дизайнер блока, значит, архитект всего чипа, значит, даёт план, что данный блок должен работать с такой-то тактовой частотой и, значит, иметь вот столько тогда триггеров. Если у меня что-то не вписывается, если мой блок и вводит на той же частоте, что и чужой блок, тогда и чужой блок придётся работать медленно. Окончение тыдов триггеров, значит, задержixel рот на тренаж. Но данные клики, они имеют более-менее одинаково количество… Ваши вопросы. Ваши вопросы. Ваши вопросы. Можно даже специальные старые места, чтобы заменить вашу работу, каким блоком разработчик саклизировался, и тогда следующие какие данные, которые мы создавали? Здесь нет сложности. Первое отличие, что если у нас есть сфотографический путь, можно вставить между этими методиками, чтобы теперь у меня будет проходить формула через больше тактов, но зато я буду вписываться в тактовую числу. Теперь встает вопрос, что делать другому дизайну. У него эти вычисления занимают 3, а у меня 4. Что ему делать? Он может делать несколько вещей. Во-первых, он может внести дополнительные додики, которые будут задерживать информацию. Работать в пускуле. Но, регион в том, что, как вы видите дальше, с конечным автоматом, у меня могут быть вычисления, когда у меня конвейер построен так, что мы будем сидеть в этом данной работе. Мы будем переиспользоваться. Мы будем переиспользоваться. То есть, вы видите, на следующую статью за дезофиксированное время, а за фигментное время. Для этого нам нужно будет сделать очередь файфу. То есть, можно построить с дезофиксированным массивом. У этого массива будут индексы. То есть, это будут указатели для записи и зачтения. И эти указатели будут еще прощаться. То есть, вы можете из этих дезофиксирован слепить следующую структуру так. Слепить структуру так, значит, очередь файфу. Она обычно рисуется вот так. То есть, это такая очередь, которую можно писать с одной стороны с другой стороны. Можно сделать структуру, можно сделать файфу, но этот файфу организован так, что вы строите массив в дезофиксированном видео, а потом делаете два указателя. То есть, указатель для чтения или поинтер для записи. И потом, когда вы пишете указатель для записи, указатель для записи. Один, два, три, четыре, пять. Потом переходят в структуру номер квадрат и пишут отсюда. И после этого вы чтением читаете отсюда, выбираете указатель, не считываете его отсюда, приходите сюда или здесь. То есть, это очередь с максимальной длиной, которая равна размеру одному силу, и которая позволяет держать информацию, пока она не оказывается нужна. И тогда вы можете складировать это в эту очередь файфу, и можно сделать очередь, которая хранится также в памяти. И если ваш блог начинает свою работу позже, чем ваш блог, то вы просто спокойно толкаете ваши данные файфу, а потом тот блог смартфастер с вами нужно синхронизировать точно до каждого так. Он берет данные из этих файфов и их использует. Это есть кэш первого уровня? Кэш первого уровня? Нет, это кэш первого уровня. Это даже не кэш первого уровня. Если блог начинает открываться, мы продолжаем развить информацию, складировать его в это файфу, то мы работаем, независимо от вас. Если файфа, то тогда тормозится. Если блог обработал кучу информации, а потом ничего не делает, то это делается, когда они работают с разностью. Но получается все-таки нежелательно такие буферы делать. Где используется файф? Вот у вас имеется CoreRoad, это устройство, которое связывает интернет передатку. С кем идут такие толстые оптические кабели, по которым идет огромное количество пакетов. И вот у вас имеется блок, на который через интернет валятся куски этих пакетов с страшной скоростью. То есть это штука работает там, значит, 1,3 кГц, и на него вот каждый такт сваливается вот сотня байк через один блок. Этих протон много. Причем это из разных пакетов. И эти пакеты, эти куски, они валятся в зависимости друг друга. Так что мы собственно делаем? Мы берем вот эти вот куски пакета из портов и складируем некую временную память. После чего, значит, оцепляем от него хедер, ставим другой хедер. Но походу где пока все эти блоки обработки этого пакета думают, что с этим делать? Нам их нужно складировать вот такую файфу. То есть собрать эти куски вместе, складировать файфу, они так будут лежать, пока другие блоки обрабатываются. Когда мы будем для этого делать эти блоки, будут обрабатывать. И теперь я, значит, работаю в Самсунге и делаю GPI. Но у меня то же самое. Только у меня вместо файфа для этих кусков пакетов, у меня файфа для гдеугольника. А теперь мои агменты файфа это не куски пакета, а это координаты в Самсунге. То есть там сто двадцать восемь дней, за четыре института было битных числа с плавающей точки. Вот. И у меня вот их тоже, чтобы, например, пересчитать, как мне сделать теугольник, то есть я их пока складирую файфу, потом в примере надобности вскрыли в блок для этого файфа. Это делается для того, чтобы вот эти вот стадии, вот блоки с разными стадиями конвера синферизируют. Когда у нас карантин начнется в первой фазе, у нас просто куда-то соединяется. У нас есть стэк, мы не стэк, мы не стэк. Если указатели равны слово, слово оказывается равным, то это значит файфу на пункт, то есть файфу фут. То есть так, что если у нас указатели снова становятся одинаковыми, то есть это означает, что файфу на пункт. То есть у нас указатели, у нас это одинаковые пустое. Если у нас файфу пустое, а если у нас файфу пол. То есть если мы, вот у нас указатель на чтение, то указатель на записи, это разница. Один, два, три, четыре, пять. Мы указатель на райт посчитали, потом его сдвинули сюда и продолжили запись. И, в конце концов, он догнал с другой стороны указатель на доски. Вообще, сейчас нужно идти обедать. Если вам интересно посмотреть на код для файфа, который тоже является стандартным интервьюшным вопросом. то есть, например, вы идете в какой-нибудь интервью, напишите на доске код для файфа. Тут можно написать код для файфа. Один в том, что нужно еще и начать спрашивать обновляющие вопросы, какой файф. Потому что файфа есть много разных вариантов. Я вам просто покажу. Я сейчас отпущу всех на обед, а потом будем встроить эти сдвиговые регистры и д-триггеры. Вообще, код для файфа выглядит вот так. Сейчас я его найду. Вот. Где он у меня был? Одну секунду. Он у меня… Сейчас у меня нет был. У миллион эруитуации. Один из двух линергетиков Один из двух линергетиков Они не вот смотрите как выглядит модуль FIFO он вот имеет на выходе clock reset write data read data вывод empty вывод full потом у нас имеются указатели потом мы в общем в общем вы видите что здесь имеется вот вот указатель для чтения то есть когда вы видите push и pop вот в это FIFO то вы меняете потом вы делаете чтение то есть вы организуете память это массив из D-триггеров потом двигаете вот эти вот указатели вот так выглядит FIFO FIFO единственное с вопросом выглядит так то вот у вас имеется у вас имеется три FIFO вот FIFO вам идут данные для сложения у вас здесь идет сумма и вам нужно это отдавать в третье FIFO так что один блок вам одно слагает но вот эти вот два FIFO позволяет делать сложения парами даже если данные пришли в разное время что это в другое нет раундробин это другое раундробин это название Arbiter вот Arbiter теоретически другое с Arbiter мы тоже можем столкнуться что если значит Arbiter это что если у нас идут два запроса о двух разных устройств чтобы сделать какое-то действие то мы вначале берем запросы а потом в так в принципе тут можно сделать раундробин вот тут вот раундробин смысл не имеет раундробин просто берет по очереди вот один и другой вот вот но если то есть что я делаю правду если у вас есть два запроса на то чтобы что-то сделать то вы то если у вас есть только один запрос то вы его обновляете если запросам вам то вы берете тот который вы не делали в прошлый раз то вы можете что я делаю это то 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 Я вас максимально загрузил, давайте отременуем, а потом вернемся к стокам и будем сделать простые сдвиговые эти кисты, чтобы вы поняли, я сейчас зашел, у меня новая вещь, которая выходит в рамки данного сигнала, как можно организовать сигнализацию аппаратных работ, но я думаю, что если у вас от этого что-нибудь остались, то вы знаете, когда вы будете эти вещи. Поскольку это уже то, что входит в аппаратный дизайн, что мы там оперируем очередями FIFO, мы там строим конвейеры, мы там делаем транзакции и так далее, они все начинаются от функций. Мы встречаемся там, потому что что мы сейчас будем делать? примеры с последовательной логикой, то есть мы построим простой счетчик, будет просто вывод счетчика на счетчик, мы построим сдвиговые регистры, здесь несколько для диггеров стоят подряд, потом мы покажем, как в случае сдвигового регистры вы можете выводить в теоретический смысл фигментный индикатор Франции. Сколько, что там у нас, ну через час. 20. Давайте, сколько вообще всего нужно, я вам не знаю, ну все, ну давайте скажем 2,20. Смотрите, у вас тут происходит вычисление, у вас вот эти вычисления происходит просто параллельно, то есть у вас достаточно, чтобы вписывались такты вот эта часть и вот эта часть 1, потому что пока у вас происходит это вычисление, следующее вычисление будет в следующем такте, но это будет уже в следующем такте. Смотрите, давайте я нарисую это. И у нас идёт на выходе вот так, значит давайте вот ABC, Y, W, идёт дальше R. Да, да, и клоун. Кстати, это вот хорошая точка, вот вы сейчас можете построить этот клоун и посмотреть как он выглядит. Даже как вы наносите. Он у вас уже клоун. Правильно? В следующем такте, в первом такте у нас значит A и B вычислились и привело к тому, что у нас что-то совсем не пишет. А вот в этом такте? В этом такте пока у них нет, у них нет, у них нет, у них есть очки. То есть мы не знали, но некое значение есть из предыдущего. Это всё равно, потому что они потом будут издавать. То есть здесь мы берём вот эти, допустим, что A1, B1, C. Будем писать A1, B1, C. В следующем такте у нас здесь кредалов Y, здесь есть A1 и A1. У нас здесь есть A1, B1. Правильно? В этом же кредалов Y у нас здесь находится C1. Правильно? Одновременно у нас здесь ходят A2, B2, C2. Правильно? Теперь к следующему. Сейчас. Здесь. вот теперь теперь значит вот в этом такте а3 b3 ct теперь в этом такте у нас вот это у нас а1 b1 c1 в этом такте у нас здесь находятся а2 b2 здесь находится c2 в этом такте у нас находится c3 здесь находятся а2 b2 cd вот теперь значит в этом такте находится а3 и b3 а в этом такте а3 и b3 c3 смотрите вот на следующий такт постамер то есть это у нас такт 0 это у нас такт 1, такт 2, такт 3, такт 4 значит в этом такте у нас образовались а1 b1 и здесь c1 вот эта вот штука идет сюда, вот эта вот штука идет сюда а вот эти две штуки они все идут сюда, правильно? так вот смотрите вот это вот вычисление и вот это вот вычисление происходит параллельно но с разными этапами понимаете? то есть у нас за 1, у нас тактовая частота считается здесь и тактовая частота считается здесь, поэтому чтобы нам пройти веселье путь нужно 2 а тактовая частота у нас считается только для одного с ранее видно на входе и на выходе когда получаем, а? на входе и когда на выходе получаем, у нас полностью из такт 2 такта теперь вот смотрите, допустим у вас эта операция занимает 300 пикосекунд и запись занимает 200 пикосекунд а все это 500, а? 200 да да и это 200 и запись это 200, правильно? то есть вам, чтобы сделать вот эту операцию нужно 400 пикосекунд, правильно? в течение одного такта нужно 400 пикосекунд теперь вам, чтобы сделать вот эту операцию, не нужно ничего, поскольку у вас это просто занимает под Roger спиной, а именно тут нужно 200 пикосекунд потом, теперь, чтобы у вас делать записи у нас 2 или, или чего? а, нет, а сначалаava dan-era yi some yi вот dåaa ii взaci а тут мы делаем yi Продолжение следует...